В Кропивницком задержали еще одного подозреваемого в перестрелке возле здания суда. Инцидент, напомню, произошел в феврале этого года. Один из участников разборки получил тогда ранение. Троих сразу взяли под стражу. Все подробности узнаем от Елены Брынзе. Один из участников февральской перестрелки Константин Волков. Вице-президент городской федерации футбола и по совместительству криминальный авторитет. Полгода он находился в розыске. Неделю назад подозреваемого задержали. Суд первой инстанции избрал для него меру пресечения 20 дней в СИЗО. Но туда он не попал. Неизвестные устроили разборки прямо под стенами городского суда в Кропивницком в полдесятого утра. Один мужчина получил тяжелые ранения. Пули свистели буквально над головами прохожих. Люди бегали. Здесь, в принципе, нам было хорошо видно. Напали на человека. Ну, каких-то нюансов сказать не могу, потому что сама испугалась была в панике, в шоке. Слышно было вот выстрелы. Троих участников перестрелки полицейские задержали в тот же день. Все сейчас под домашним арестом. Заменить задержание в СИЗО на такую же меру пресечения просят и адвокаты Волкова. Сегодня суд рассматривал их апелляцию. Один из доводов у Волкова безупречная репутация. Как вице-президент городской федерации футбола занимается активной общественной деятельностью. Активно беру участь в работе федерации, определяю увагу и разведку детячего юнацкого футбола. Зарекомендую себя с ответственностью и порядочной людьми. От комментариев защитники Волкова пока воздерживаются. Немногословные правоохранители МОД следствия продолжаются. И по какой именно статье покушение на убийство или хулиганство будут судить Константина Волкова, пока не ясно. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кропивницкий. Субтитры создавал DimaTorzok